Алексей Карланов, Кранзина 1.1, квартира 78. Я выступаю от имени собственников нашего дома. Не отлично от себя, а от имени собственников. Значит, смотрите, сразу скажу, вот данное мероприятие, которое называют сейчас межевание, это незаконный объем наших частей, наших земель. У нас все собственники. Это незаконность. Значит, первое, мы, в принципе, априори являемся уже собственником. Статья 36.1.4 ЖК говорит нам, что собственникам помещений в надквартирном доме принадлежит в том числе земельный участок, на котором расположен дом с элементами озеленения, благоустройства и так далее. Мы сейчас по факту являемся собственниками помещений и собственниками земельного участка. Все эти земельные участки, как уже правильно говорили не раз, при строительстве границы их определялись. Без определения границ, без подписания актов ввода и актов определения границ, наши дома нельзя было запускать. И никому туда не поселили. Границы были определены. Действующие на тот период застройки все законные, все нормативные акты говорили о том, что без подписания этих актов про ограничение, нельзя было эксплуатировать никакой дом. То есть на тот период все документы были, где они сейчас, мы не знаем, может быть их спрятали, может быть их порвали, выкинули, те старые акты. Следующее. Есть федеральный закон о государственном кадастре недвижимости. Статья 47 пункт 2 гласит о том, что все кадастровые планы, технические паспорта, которые у нас сейчас, к счастью, еще есть, технический паспорт на домогладение и схемы, все и иные документы, содержащие описание объектов недвижимости и выданные в установленном законодательством Российской Федеральной порядке, то дня вступления в силу вот этого вот закона о кадастре являются, признаются действительными и имеют равную юридическую силу с кадастровыми паспортами объектов недвижимости. То есть все документы, которые выдавались в советское время, в советским законам, они все сегодня действующие. И закон о кадастре об этом говорит, что эти документы действующие. У нас, мы являемся собственниками по факту, у нас есть границы в соответствии с планами БТИ. И нам вот это вот в принципе межевание не нужно просто взять планы БТИ, еще раз их нам показать, нарисовать, и сказать, вот ребята, вот ваши все территории, вы являетесь собственниками, пожалуйста, хотите, ставьте на кадастровый учет, берите себе собственность, налог, не налог, это второй вопрос, платить, не платить. Но вот этого вот в принципе не нужно. Значит, земельные участки в многоквартирных домах нашего квартала следует учитывать в изначальных границах, как ранее учтенные, а не нужно их заново формировать в нарушении законов, но и тут где-то даже может быть и уголовные какие-то преступления. Поэтому еще момент один, вот гаражи, которые, есть такое понятие в тоже законах о кадастре, использование территории по фактическому пользованию, то есть вот эти гаражи фактически используются уже более 20 лет. Они тоже уже в принципе являются тоже собственностью по фактическому использованию. И кто же можно сюда включать в этот наш квартал, ну или какой-то отдельный, но они тут должны быть. Это по поводу гаражей, по поводу, значит, ну налоги понятно, обслуживание территорий. Даже если мы будем сами обслуживать, дайте нам возможность самим обслуживать. Мы, может быть, будем более эффективнее, да, экономичнее все это выполнять. Но вы же нам не даете, вы берете бюджетные деньги, половина уходит куда-то неизвестно, и половина, наверное, дойдет на уборку территории нам. Подпоздравляемые отражениями троих. Значит, мои предложения, ну вопрос по поводу гаражей, хотелось бы все-таки услышать, почему он не вошел сюда. Мои предложения. Первое. Данные представлены проекта отклонить. В принципе, отклонить нужно, чтобы выключить все. Второе. Необходимо создать комиссию, в которую будут входить в том числе и жители района. Вот Александр Кожан, который два года уже добавит все законы советские, изучил. И законы 34-го года он изучил. И так, я не знаю, только элекционные. Значит, с участием жителей обязательно. Это согласительная комиссия. Эта комиссия должна участвовать при разработке нового проекта. Ну и, конечно, так как деньги уже потрачены бюджетные, да, за них как-то вам нужно отчитаться, конечно, этот проект нужно сделать. Мы бы могли сказать, не надо этот проект выбросить, но мы так и можем сказать, так как вы должны закрыть свои объемы. Поэтому вы делаете новый проект, представляете опять нам его, вот, публичные слушатели, ну и мы опять его рассматриваем и смотрим, устраивает нас или нет. Все, спасибо. Секунду, я скажу, вот есть такие обращения, да, в окружную комиссию, к жителям. Кто желает, пожалуйста, у меня вот 50 экземпляров есть. Если вам не раскидали в почтовые ящики, вы можете подойти и подписать. Спасибо. Ну, на самом деле, достаточно и одного обращения. Все они, как бы, равноценно важны, и любое предложение, замечание, оно, все это будет зафиксировано в протоколе. Значит, по гаражам. Гаражи у нас, к сожалению, не входит граница разработки проекта, поскольку расположены уже за уличной дорожной сетью, можно сказать, в другом планировочном квартале. Граница разработки проекта межевания и перечень кварталов к разработке определяет государственный заказчик. Но вы этот вопрос также должны отобразить в письменном виде, это будет рассмотрено непременно. Непременно. Продолжение следует...